нам сейчас опять скажут что ничего не слышно давайте проверяем связь надеемся что все хорошо с точки зрения звука и звука и изображения до залипаем не залипаем мы там слышно ли видно ли будем надеяться что все будет хорошо у нас со связи с интернетом вязание никто не отменял до терапия терапия всегда нужно и на сегодняшний день мы делаем то что то что можем то что можно вяжем поэтому мы продолжаем вязать и соответственно продолжаем рассказывать вам пряжи нашей любви к ней о том о наших планах мечтах чтобы мы хотели связать посвязать поскорее да и поносить чтобы это все случилось так ну что с не вижу сообщений что хорошо слышно пожалуй нету все вот в контакте отвечают инстаграм пожалуйста напишите видно ли слышно ли потому что обычно проблема со звуком именно в инстаграме происходит хотелось бы понять насколько вам комфортно и сейчас нас видно и слышно ну что же черный период начался нет нет не черный период не совершенно это случайность на самом деле она пришла сегодня яркая а потом просто просто решила в серые чтобы нас был дуэт потому что сегодня лена пришла в такой истории но мне нужно было просто вскрыть несколько коробок вот и я поняла что в такой роскоши я наверное это делать не рискнул поэтому и была переодета вот но мы вернемся к рассказу о ней вернее о пряжек из чего связана эта вещица сейчас мы хотели бы наверное пару слов сказать о том что для тех кто подписан на нашу рассылку да они уже в курсе и уже а уже как же это сказать это слово такое найти правильное в курсе уже выбирают и заказывать спешат успеть заказать пряжу который у нас сейчас со специальным предложением 25 процентов ну ты можешь здесь пройти степашка ты можешь пройти пожалуйста да я может кто тебя откажет стесняется она боится это быть кадре в кадре да ладно да ладно скажи здравствуйте придет час да никто тебя не видит придет 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 елена петровна за мулине придет час мы с вами уйдем из кадра девчонок посадим да я думаю что пора иногда хочется за прилавком нам да очень хочется пообщаться туда туда в люди пойти но есть неотложные дела которые мы в общем то должны решать поэтому есть свои обязанности поэтому делаем то что делаем и так 25 процентов нам многие позиции из бренда катя и летние и зимние и будем сейчас вспоминать что у нас по специальной цене и попытаемся вам рассказать о этой пряжи потому что у нас на самом деле есть некий запас то есть это не прям там 12 матка именно поэтому как бы делаем эту скидку не там есть достаточно приличное количество на изделие на 2 и на 3 просто да просто приехала новая 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 поставка при счет он на пряжи потеснила их потеснила и мы вынуждены расставаться с некоторыми видами ну по причине того что все-таки обновление некая ротация в нашем товаре она должна быть тут уж ничего не поделаешь ну я не знаю мы будем тогда с витрины наверное что-то брать и показывать да на самом деле можно озвучить просто некоторые названия наверняка вы знаете а я просто надо показать хотя бы хоть в армельком показать хоть что-нибудь и так пряжа которую мы называем интересно так смешно в своем магазине особенно смешно звучит это из уст они до из уст они но это то что увидели то и прочитали леночка петровна до ализе не ализе конечно это просто она иногда выдает такое здравствуйте нет нет нельзя такие вещи говорить итак а как правильно то magic diamond magic diamond чудесная нить особая и magic не просто так а вот той простой причине что нас плетена вернее окрашена таким образом что создает рисунок и вот тот чудесный ромб у него есть какое-то свое название которое как всегда забыла нет я его приду вспомню обязательно но вот мне сейчас прям не сию минуту и вот как раз он ложится в такой рисунок который создает вот такой вот ромб который дублируется еще дополнительными полосками при определенном наборе определенного количества петель здесь появляется вот этот вот рисунок в матке она такая вот пестренькая как бы полосочками а в полотне она ложится в такие чудесные ромбы но принципе не не всегда обязательно прямо вот добиваться этих ромбов потому что можно просто повязать и насладиться даже полосочками цветом и самой вот этой фактуры потому что никто не не отменял и шапки из этой пряжи и где-то там шарфы и джемпера но вот сашенька наша вязала пончо для мамы или мама ее вязала вот я сейчас не вспомню но вот и как раз правильный расчет петель правильный в инструк не в инструкция карточки товара эта информация у нас есть очень очень сашенька сейчас меряют пальто наше чудесная девушка примерила и прям очень хорошо очень хорошо вот простите промыть жила за зады пончо да да и там как раз получились вот эти прекрасные ромбы и очень интересно это все ложится легкая воздушная мягкая я не знаю насколько передает экран фактуру этой нити но держать в руках ее очень приятно есть оттенки более контрастные такие яркие прям четкие линии четкий рисунок либо наоборот и такие нежные пастельные что тоже очень очень красиво мне почему-то даже кажется что чудесный будет плед или палантин аля плед такой которым которым можно укутаться дома либо положить ребенку в коляску он потому что мы воздушный он воздушный я сейчас скажу вам что тут состав 50 процентов шерсти но 42 акрила 8 пулиамида но так как любит катя вот такие пестрые нити делать именно смесовкой да вот 50 на 50 ориентировочно то вот как раз она и есть живет воздух в этом шнурке и сейчас на не на эту пряжу беспрецедентная скидка по моему 40 процентов если я сейчас ничего не путаю то есть моток почти в половину дешевле цветов много мы не я вот просто сейчас захватила да вот несколько оттенков которые вот шла по дорогу по дороге что у меня было вот прям доступно то я и схватила так вообще там большая причем есть magic diamond а есть еще magic diamond еще какой-то вот причем там разница даймонд splash splash да верно но на самом деле на сайте производителя на сайте катя можно найти информацию о том какое количество петель нужно набирать для того чтобы наши карточки товара тоже тоже скорее всего но я точно знаю что у катя есть там есть прям видео и подробная информация именно о том как вывязываются эти ромбы то есть нужно просто поймать ритм до определенное количество петель набрать и у вас получится и пряжа сама будет выдавать в этот рисунок очень интересная штука но на самом деле это не единственная пряжу кати которая выкладывается особыми особый до узор пряжа скандинавия я по моему прошлого года да она и позапрошлого прошло мне кажется это меринос простите до 85 процентов шерсти 15 процентов альпака то есть натуральные составы здесь нет синтетики это же история выкладывать в такой скандинавский жаккард аля нужно опять же поймать этот ритм и можно и у нас на сайте на сайте производителя смотреть какое количество петель необходимо но вот из этой пряжи получаются роскошные свитеры и шапки тоже очень классный большой моток здесь 100 грамм и 230 метров тоже разная цветовая гамма все пока в наличии они тоже есть да очень интересно будет вязать попробовать такая ну ловкая нить как я люблю выражаться из серии папа по толщине хороший хорошо скручена легкая воздушная такая вот мягкая вязать можно закрытыми глазами либо поглядывая наши эфиры ну за пряжа мой свитер это кашемир это baby кашемир нет у меня других свитеров только кашемир есть пара бобин еще такого светлого серенького это то что было темного нет светло-серый есть еще до легкий воздушный кстати этот этой серии пряжи на бобинах у нас есть раздел раздел пряжи по брендам и там можно посмотреть по брендам именно пряжу бобины у нас основная масса кашемира если говорить о бобинной пряжи то там в основном кашемиры иногда там встречается с мест к там кашемир шелком ну или кашемир с другим кашемиром даже мир немножко и чувствующую другим кашемир в основном кашемир конечно да в основном кашемир так мы как бы вот специализируемся если поговорить о бобинной то именно кашемир лоркян кориаджи она может быть чего-то еще можно найти от академиков возможно и так лафу и бордо тоже все абсолютно каждый при простить каждый мой каждый свитер это кашемир который вы видели в эфире да у меня не у меня есть один единственный не кашемира это сканди правда ни одной подожди есть еще норка морскуте есть все норка сканди остальное все остальное сносило все что было ни из кашемира она сносила нет как носится свитер роскошно носит как он может носить как можно носить свитер из кашемира комфортно и очень приятно если вы переживаете за пилинг и по если это качественный кашемир но кашемир в принципе как бы подвержен пилингу да у него появляется некая не знаю там катышек этот да вы появляется спустя какое-то время но если вы правильно ухаживаете если вы стираете качественным средством то то все будет хорошо потому что эти катышки разбредаются после стирки да и вы практически как бы первозданную вещь получаете после стирки поносили чуточку появилась что-то тот ой закаталась постирали маршрут да но это еда иногда это тоже помогает вообще хорошего качества машинку если приобрести то иногда тоже спасать потому что кто-то кого-то прям категорически раздражает и хочется прям это все снять еще до стирки ну вырывать то нельзя вырывать нельзя вот да это важное правило что вот эти катышки вот то что мы иногда там до успеем и доем это все отбираем нельзя нельзя так вы провоцируете таким образом вытягиваете еще дополнительный ворс из полотна и провоцируете появление еще большего размера этих самых катышек именно так далее лаву уэла full это вообще такая позиция многолетняя и очень очень любимая я знаю что есть прям огромное количество девчонок в основном молодых которые очень любят вот эти огромные шапки объемные и вяжут их как раз из пряжи лавуул и второй вариант по если хочется такой объемную шапку лавуул вы не нашли нужного цвета есть еще вирджиния от ланг там конечно будет цена дружелюбная до чем у кати со скидкой но тоже можно рассмотреть такой вариант ну помните такие огромные косы с отворотами шапка дом но на самом деле такие еще и куртки вяжу как в принципе это тоже допустимо если вы приемлем приемлете такую верхнюю одежду то это тоже можно будет да можно кстати очень хороший аксессуар и особенно сейчас со скидкой это вот можно какой-то там снуд один моток снуд до закрывающий полностью горло один моток шапка в комплект ну или ну да или обвязываю быстрый подарок кому-то или вязаная сумка какая-нибудь такая специфичная тоже в этой шерсти огромная авось а ну я вот как раз огромная не стала я бы делал нормального такого стандартного размера сумку на каком-нибудь там кожаном ремне и в принципе тоже в общем то но для тех кто приемлет это конечно потому что но я видела вот сумки связаны из этой пряжи и они смотрятся актуально если как бы вы умеете такую носить карина карина недолюбленная почему-то нами история небольшое количество карина осталось если не дождалась она своего часа потихонечку и и как бы ну раскупили но ее осталось совсем немного учитывая то что про нее мало говорили может быть вообще не говорили но здесь привычная такая история основа в данном случае по моему полиамид до основы из полиамида наполненная пухом альпака и скорее всего она вам напомнит по визуально напомнит скорее всего султану от ровно ну или ту пряжу имя которые мы не надо тучу имени называют но такая вот штука блестит основа пух ее так густо прикрывает вяжется очень легко очень быстро здесь спицы 5 6 я бы взяла рекомендует производитель не вижу рекомендует разводитель 45 на 4 наверно маловато я хотя ну да наверно 45 нормально полетели какие на желтые ладошки чудесные так вот кстати по поводу карины это неплохая основа для объемной шапки для тех кто любит объемные головные уборы и все время думает как этого добиться то вот прикрутив сюда пару-тройку нитей мохера и использовать ее именно как базу как основу наверное было бы неплохо красиво ляжем их чить во первых умягчить облагородить давно выдать придать еще большего объема но она очень хорошо держит форму и она красиво ложится в резинках резинки любые будь то 100 обычная классическая резинка один-на-один будь то плоская какая-нибудь резинка там где у вас несколько лицевых там и парочка изнаночных французская резинка польская резинка жемчужная резинка невероятно хороша вот в таких как бы аля ленточках даст ореолом пуха но вот ее правда хочется немного облагородить немножко скомпенсировать вот этот синтетическую вот эту основу до окутать ее чем-то более благородным вот на мой взгляд были бы классные шапки вот именно объемные когда мы там делают по несколько отворотов не знаю насколько это сейчас будет актуально но никто не отменял до форму лиц да как тогда когда человек не могу говорить носить вот такие вот ну маленькие компактные шапочки мне все время нужен тут как раз выручает всегда объемная пряжа выручает объемная пряжа и несколько отворотов и вот прям банальная какая-то резинка на двойной отворот сразу как бы поднимает настроение и в общем-то радует своим объем но и греет соответственно ну вот она бессменную шапочку не раздруга примеряет уже другая актуя связал эту я когда-то сперли были в отпуске пожалуй же сюда не моя на столе общественно полезная у нас коллекция шапок из пряжи амброзия так что те кому лень вязать или те кто не тратит свое время на вязание шапок а вяжет что-то более серьезное я про себя говорю потому что ну ты может быть поэтому мнение они не получаются шапки но я в общем-то наверно за на своем веку связала может быть две или три шапки потому что детям детям вязала ну и все ну все в общем то только так а так у нас в общем то на входу или шапка володя или аналог володи или еще что нибудь у нас несколько по моему есть описание по шапкам да вот таких шапок а может мы все покажем они это надо эфир целый давай мы примерку шапок на отдельные если у вас вдруг нет шапки вы ее вязать не хотите или по каким-то причинам не можете или просто хотите купить готовую шапку связанную вам нужен другого руками до руками трескели у нас вот есть ассортимент по шапкам они практически все связаны либо из кашемира либо из нашей любимой амброзии где кашемир с шелком и люрексом много действительно большой выбор поэтому за готовыми шапками тоже можно в общем-то прийти сюда ну да покупая пряжу можно можно запить готовую шапку следующая позиция который тоже на распродаже это мирина лина всеми любимой с одна из демократичных пряж более демократичных чем что-либо вот это меринос и лен любимое мое сочетание почему-то мне очень нравится некий такой аутентизм и меланж там где лен читается прям вот так откровенно создает даже некий пух вот льняные волокна создают такой некий пух такая огламуренная деревенька на мой взгляд хотя в общем-то и цветов здесь много не все они прям вот такие серенькие а вот тут есть и поярче оттенки и без того недорогая пряжа сейчас тоже со скидкой 25 процентов не боюсь даже сказать сколько она сейчас там стоит наверное совсем-совсем демократично обратить свой взор на нее потому что у вас что-то здесь было очень красиво голубой вот это дать вот мужские свитера кардиганы женские кардиганы такие вот тоже немного такого эко до стиля тут кстати косы хорошо будут и любые резинки будут жакеты плотное вязание пожалуйста даже можно в принципе и аксессуары и те же самые шапки и шарфы вяжите из мирины ли на покупая его мирина ли на классные мужские тоже получите кардиган или свитер вот как раз я об этом и говорю потому что вот он точно оценит это качество быстро свяжется она не толстая не тонкая вот и классно сочетается между собой цвета прям да они там все такие вот за счет этого то ли белесенького пуха то ли не яркого прокраса они все очень гармонично укладываются там в какие-то и не знаю что-то полоску только амброзии купить на шапку но зависит от того какая будет у вас шапкой какой размер головы если о чем-то среднем мы говорим там до 56 58 и небольшой отворот либо без отворота шапка достаточно обычно 100 грамм но мы рекомендуем все-таки может быть 120 чтобы быть уверенным потому что плотность у нас всех раз спицы допустимо от четырех с половиной потому что шнеру все-таки нужно место и после стирки он раскроется стирать можно шапку из амброзии вот так да 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 прям вот так либо в стиральной машине и тогда она раскроется идеально амброзия лучшее что можно вообще выбрать для шапки именно в межсезонье когда не нужно очень тепло но нужно комфортно и при этом облегала хорошо прилегала к организму то есть голове до чтобы нигде ничто не не продувал и она там не сваливалась не спадала и она кстати всегда будет держать форму за счет от этого чудесного плите плетеного шнурка она очень такая вот стабильная пластичная эластичная но в общем то в принципе амброзия хороша не только для шапок но это отдельная история потому что если выставить сейчас палитру амброзии которая у нас есть да то в общем то можно занять не только этот стол я думаю что можно занять даже проход который у нас сейчас тоже звоню еще один вариант шапку нельзя можно выбрать из готовых ой да ладно она тоже в распродаже альму да альма такая мой рода у нее такие чудесные цвета это тоже прошлогодняя история я мечтала об этом зеленом не очень хотелось связать что-нибудь из этого зеленого уж больно он хорош да вот эти вот бордовые всполохи интересный шнурок интересный шнурок который так вот как-то по-особенному сплетен хотя нет он сплетен кажется что он сплетен по-особенному потому что здесь вот этот вброс есть вброс топса и вот кажется что он не просто шнурок цепочка а что-то что в нем такое есть половинчатое. Похоже на Лео Атлан. Нет, вы знаете, Лео значительно более плотная история. И вам, ну, может быть, через экран кажется так именно из-за того, что много цветов в мотке. Лео все-таки другой по фактуре, по составу. Альма – это облегченная история, где шерсть и полиамид. 93 шерсть и 7 полиамид. А Лео все-таки многосоставная такая история, где и хлопок присутствует. Она более плотная. В Альме больше воздуха. Это раз. Да, она такая более воздушная, более такая вот пушистая. Диапазон спиц у нее, наверное, тоже будет побольше, потому что ее можно схлопнуть, вязать на более тонких спицах, да, если это, предположим, ну, шапочка, да. Вы можете там начать с четверки, а закончить той же самой семеркой по той простой причине, что она всяко-разно будет хороша, да, в зависимости от того, какой результат и какого результата вы хотите добиться. По-особенному тоже здесь ложится вот этот всполох, этот вброс, да, такой длинненький, но не очень длинный, да, не длинный прям полосой, а такой удлиненной полосой, такими длинными штрипками. Вот, и мне почему-то кажется, что она классно была вот в каком-нибудь таком рисунке, который напоминает тканное полотно. Что-то в этом есть. Вот особенно, вот сегодня я только обсуждала, вспомнила этот рисунок Викель, тогда, когда петли между собой. И вот здесь вот, мне кажется, вот это вот замес вот этих горизонтальных полосочек, да, когда ты вот перекрещиваешь, что-то будет в этом особенное. Мне кажется, она будет экономична. Здесь около 100 метров, да? Рекомендуется 9 мотков на вещь 42-го размера. Ну, здесь почти 100 метров. 110. Здесь 110 метров, поэтому я так думаю, что... От 7? Да. От 7 мотков на 42-й размер. Свитер с мягким воротом, связанный даже какой-нибудь несложной резинкой, наверное, будет прекрасен тоже. С воротом 8. Ну, с воротом 8 я к тому, что вот она комфортно будет и к телу, потому что она очень мягкая, очень воздушная. Ну, вот чем-то мне напоминает на самом деле Magic. Ну, вот про Magic, я так понимаю, что вопрос про него именно. Сколько моточков посоветуете на плед 180 на 200? 180 на 200? Вот из этой пряжи. Это вот, скорее всего, если Саша с нами, она наверняка вспомнит, сколько ушло на пончо. И если это умножить на 2, то, в общем-то, а что они тут там? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Он, в принципе, выдает достаточно приличный кусок. Я думаю, что штук 180 на 200. 180 на 200, я думаю, штук 6. На пончо 4 мотка. Ну, вот штук 6 плед. 6 плед, ну, можно 8 взять. 6-8, да. Еще один красивый цвет у пряжи Alma. Тоже такой вот экологичный, девичий такой, да? Цвет красивый. Очень красивый, немножко розовенького и бессерненького. Сырненького и бежевенького хорошие. Еще вещем. Божьема. Да, это вот они сейчас, я просто тоже принесла. Давай, давай, давай. Хлопок-то хлопок. Да, если хочется сделать более яркой, пожалуйста, либо под белый или под молочный мохер, она тоже ляжет классно. Будет, ну, не жарко, но в то же время по-осеннему. Хороший выбор по оттенкам. Еще есть запас, так, на несколько изделий. Нам она понравилась. Потому что она хорошая скидка. Нам она понравилась. Скидка очень хорошая. Я достала... Бери. Эден. Да? Эден нравится мне визуально очень. Полотно я из нее видела, по-моему, в каком-то таком зеленоватом тоже цвете. Вот в этом, по-моему, наша клиентка связала свитер классный. Тоже необычная очень фактура у нити. Здесь чередуется шерсть с синтетической вот этой вспомогательной нитью. Что здесь у нас вискоза, да? А нет, даже не синтетическая. То, что блестит, это вискоза. Да, вискоза, вискоза. Угу. И махеровый пух. Ну, махеровый пух это вообще любовь. Не сваливается, хорошо носится. В хорошем объеме она тоже очень-очень легкая. Такая, не знаю, мне кажется, быстровязная и очень стильно смотрится. Очень стильно. Вот. Все оттенки спрятаны под черный орел. Инстаграм не обидится на меня? Мы чуть-чуть, это, камерку протрем. А что там у нас размыто? Мне кажется, что чуть-чуть, да. Да? Лучше? Не знаю, это только на той стороне. Попадает. Мне кажется, это так попадает, может быть. Ну-ка. Не, так лучше. Лучше? Лучше. Лучше. Хорошо. Итак. Эдем тоже со скидкой. Тоже 25 процентов. Если я ничего не путаю. Вспоминаю, что еще. Кубатит может быть проходит. Ну, давай, ладно. Хорошо. Если вы погуляете по сайту и по разделу распродажа, или просто по бренду Катя, вы увидите зачеркнутые цены. И новые цены рядом. Да, и новые цены рядом, которые очень вас порадуют. Поэтому, милости просим на сайте, либо просим, милости просим вас к нам в магазин. И мы для вас выберем тут самое лучшее и самое дешевое. Ну, искать и да. Но не из всего остального. Потому что есть драгоценные нити. Нас часто обвиняют. Ну, что? Дорога. 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 Ну, красиво. Ага. Нет. Это этот. Лайф-порпура. Хвостик у меня. Упала тут. В ноль продан весь. Это мой свитер. Ага. Вот так она строго ответила. Это последняя. Вот это последняя. Вот эта вот штучка. Она сжала его в кулачок. В смысле оставь это. Так, не отвлекаемся. Мы с вами. Мы с вами. Ну, это все. Клянусь. Так лучше. А я очки тру. Слушайте, ну да, простите, пожалуйста, потому что выбегала в эфир и не посмотрела. Я, кстати, тоже в очках, и поэтому мне не всегда видно и понятно, что на том экране. Ну, да, говорят лучше, лучше. Там просто камерка была чуть-чуть заляпана. Извините. Извините. Инстаграм у нас был в блёре. Так, мы сегодня не будем говорить, наверное, про Адамс или… нет, про Адамс сегодня не будем говорить. Мы, наверное, не успеем уже про Адамс. Мы можем, знаете как, показать вам что-то очень долгожданное и очень особенное для Трискеля, потому что это те позиции, которые уже не первый год в бренде Родина Ярн, и каждый раз мы ждем и верим, что новые цвета будут краши и краши, а старые приедут все быстрее и быстрее. Так что, наверное, знаете, как про Миссис Адамс, если вдруг у вас есть вопросы, вы спешите ко мне попасть в группу, в закрытую группу Инстаграм. Это только для Инстаграм, потому что этот мастер-класс у меня, к сожалению, залит там, вот, и нет у меня сейчас ни возможности, ни времени сделать еще какой-то формат, но я в эту сторону как бы думаю, но вот в ближайшие месяцы точно не будет. А те, кто ожидал и рассматривал варианты цветной Миссис Адамс, мы сделали подборки по цветам, но пока не готовы их опубликовать, потому что еще работаем над, как бы, над инструкцией, да, отвязываем образцы ажурные, как это сказать, подправляем мою рукопись, чтобы она была адекватной. Адекватной. Потому что они просят об этом, и я продлеваю этот срок. Ну, в общем, те, кто решил связать из оригинальных материалов, уже работает, уже наслаждается этим шоу, да, вяжет или просто смотрит, здесь уже смотрите, как вам удобно. А те, кто все-таки не хотел серый или черный вариант и рассматривал вариант без кружева, то подборка есть, и вы можете постучаться ко мне в Директ Инстаграм, и я вам отправлю фотографии этих подборок, которые Анечка сфотографировала, но они ждут того часа, когда мы будем уже, ну, морально готовы и, в принципе, готовы с инструкцией, и, не знаю, там, с какой-то информацией, может быть, даже описание выйдет. Описание на Миссис Адамс это получается. Край. Сделать эти застежки чудесные, вот этой застенчивой жены, но не использовать кружево, дабы немножко сэкономить, сократить себестоимость самого изделия, да, не внедрять кружевную оплату. Висим в ВКонтакте. Да? Да. Ну, вот сейчас ничего не могу поделать. Опять висим. Мы можем, знаете, как сохранить эту часть эфира и еще раз выйти в ВКонтакт заново. Ну, у нас есть еще 30 минут, поэтому я думаю, что можно, на самом деле, это сделать. Давайте. Ну, тогда сейчас ВКонтакт этот эфир прервем и выйдем в новый эфир заново, чтобы уже не висеть. Присоединяйтесь через секунду. А Инстаграм пока. А Инстаграм, да, мы с вами, мы остаемся с вами. Итак, постучитесь ко мне в директ, я отправлю вам возможные варианты, которые нам показались, будут интересными, красивыми, которые сочетаются хорошо. И тогда я, как бы, готова вас принять в группу без кружева, но с оригинальными материалами в виде пряжи Оригами, Тетсу и Махера Сенсай. Так, для тех, кто подключается сейчас к нам... Так, Контакт мы вернули. Да, да, уже эфир пошел. Значит, просто еще раз для Контакта, тогда я повторю прямо, да, что для тех, кто хочет связать миссис Адамс в цвете, то милости просим ко мне в директ. Вот, напишите, что вы хотите приобрести оригинальные материалы и попасть ко мне в закрытую группу Инстаграм. Вот, но это, опять же таки, если вы смотрите ВКонтакте, то, скорее всего, Инстаграм, наверное, не пользуетесь, да? Ну, не суть. Информация есть, вот, значит, оно так и есть. Я вам отправлю эти сочетания, вы выберите то, что вам нужно, я подскажу, сколько вам нужно будет купить, и тогда можно посмотреть это шоу, да, мастер-шоу, и повторить вот такую вещицу, о которой, ну, не знаю, имеет смысл сейчас ее показывать? Я принесу. Ну, хотя бы, да, так, это отвечая на те вопросы, которые как бы давно висели, и я чувствую некую ответственность за то, что я пообещала, но не сделала. Вот, ну, делаю настолько, насколько могу сейчас. Ну, это вторая, потому что первая, конечно, мне пришлось с ней расстаться, это вот в сером варианте, это как раз та, которую я вяжу вместе с девочками, потому что первая была черная, и фотографии можно у меня увидеть в моих лентах. Вот эта вот застежка, как ее называют, застенчивой жены, там, где пуговицы, ввязываются пуговицы, и одновременно с обработкой края вяжется еще петелька. Ну, и склевший край, вот этот вот чудесный, который вяжется с использованием металлизированной пряжи ТЭЦУ. Вот, не знаю, видно, прям надо на как-то на ладошку, что ли, показать, вот так. Вот, все, я больше не буду занимать время, дабы очень хочется просто посветить, засветить, я бы даже сказала. Засветить то, чего пока нет на сайте, к сожалению, но мы очень ждем в ближайшее время, потому что это было легче. Уже обрабатывает фотографии, да, Сашенька ждет от него фотографии, чтобы загрузить количество, а мы... От меня количество еще по двум позициям. Еще по двум позициям количество. Мне надо его просто переписать, отправить, а мы посчитаем. Ну, тогда, что, долгожданная пряжа Атлас. Атлас, та пряжа, которая сейчас у нас, нам даст возможность, да, собрать еще варианты фэшн-бокса. По очень многим фэшн-боксам. Да, и, конечно же, мы ее действительно очень ждали, потому что не было возможности, да, собирать наборы сканди, который у нас номер два. Не было возможности связать великолепный джемпер джинджер. Посыпались, красавцы. Вот джинджер, кстати, Анечка, тебе на это одену все можно будет. Я хочу показать цвета. Я хочу показать цвета, вернее, к сочетанию. Просто космические жужжилицы. Жужжилица золотая. Да. И такие моточки хорошенькие. Ну, да, мы немножко изменили намотку этой пряжи, чтобы они были более такие компактные, плоские. Мы вообще стремимся к более компактным теперь моткам. Но вес остается прежним, просто более плотная намотка. То есть здесь не будет как с молоком, когда был литр, осталось 900, а у нас был 50, осталось 40 грамм. Такого не будет. Смотрите, как красиво золотая основа и синий ворс. Несколько новых оттенков появилось. Я боюсь... Изумруд красивый. Вот, наверное, тот, что я держу, да? Да, вот этот новый оттенок отдаю вам, держите. Не было вот этого светлого, бежевого. Серый был... Давно не было серого. Тоже такой дефицитный оттенок. Да, долгожданный вот такой, не знаю, серебро со свеклой. Очень тоже красивый цвет. Ну, и долгожданные зеленые для тех, кто освоил технику пуф-колор и понимает прекрасно, что лучших лепестков, листьев, стебельков, да, чем из атласа пряжи, ну, чем атлас пряжи не найти. Два оттенка зелени. Один такой более теплый, другой более холодный. Оба прекрасные, оба насыщенные. Конечно же, великолепные жуки всех цветов и радуги. Кстати, по поводу жуков и всевозможных вариаций на тему пуф-колор, ожидайте, пожалуйста. Я очень надеюсь, что на следующей неделе у нас соберутся наборы, специальный комплект для пуф-колор. Для тех, кто в этой технике работает, да, и для тех, кому как бы нужен ассортимент оттенков пряжи атлас и некоторые виды пряжи, которые я использую в своей технике, вот, то будут наборы из моточков по 20-25 грамм. Опять же-таки, те, кто любят жаккард, какой-то особенный жаккард с нитью разной фактуры, то вот как раз это тоже сгодится. То есть из атласа у нас появятся такие маленькие комплекты, вот, похожие на дримс. Уже смотанные на фабрике, да? Да, уже смотанные на фабрике маленькие моточки, которые будут уложены в коробочку. Так что вот ждите, это так я анонсирую, да? Ну, а те, кто, в общем-то, плотненько сидит на пуф-колор, то, конечно, дополнительный моток зеленого атласа вам не помешает. Сейчас они есть в наличии. Я этому тоже очень рада. Это я говорю как раз, а, ну да, да, это джинджер, это чудесная модель, которая была связана в каких только вариантах. Она в сочетаниях не была у нас связана нашими девочками, вот. Но это оригинальный вариант, тот, который, в общем-то, мы еще раз повторили, когда уже понимали, что атлас, да, тает на глазах. Вот мы его быстренько, чтобы у нас в нашей коллекции все-таки остался оригинальный этот джемпер. Такой яркий, красивый, хотя, в общем-то, не менее красивый. Сине-зеленые были, да, у нас какие-то бордовые варианты были, девочки вязали. Эффектная вещь, которая, в общем-то, производит впечатление, даже если вы носите серое и черное, то вот раскрывая там темное пальто или пуховик, открывая вот этот вот джинджер внутри, сразу веет каким-то теплом, уютом, не знаю, там, добром и хорошим настроением. А по атласу стоимость сохранится? На сегодняшний день, да, я еще, как бы, пока не меняю эту цену. Предыдущая коллекция атлас доступна на сайте, а новые цвета подгружены будут, я думаю, что сегодня-завтра. Ну, я надеюсь, что, может быть, даже сегодня к вечеру, если Николай Валерьевич успеет нам их, Сашеньки, отправить, потому что, да, у Саши вроде как там все делается быстро. А так, в общем-то, пока остаемся в прежней цене, потому что я еще пока не получила ответ по конечному, по конечной переработке этой пряжи, вот, поэтому, если вдруг что-то изменится, то оно изменится, как бы, ну, не сильно совсем чуть-чуть. То есть мы попадаем в прежние рамки, несмотря на то, что производитель поднимает цены, мы гораздо дороже тратим сейчас за, как бы, транспорт и так далее, вот, но все-таки стремимся туда, в сторону курса, который хотя бы, ну, плюс-минус приближен к тому, который озвучивает Центробанк, да, и выходим, в общем-то, плюс-минус в одну и ту же ценовую категорию. Но если говорить, допустим, про пряжу Ита, то у нас, да, если вы отслеживаете цены, то у нас понижение случилось. Это тоже, в общем-то, приятная новость для тех, кто к Ита питает любовь, да, нежные чувства. Вот, ну что же, что еще можно сказать про Атлас? Атлас, что это регулярная позиция, которая была произведена специально для родины Ярн, это не по заказу на нашей любимой итальянской фабрике, и я так понимаю, что это... Ну, не знаю пока еще, не знаю, мы надеемся, что она останется еще, мы надеемся, что она останется, но может быть мы ее чем-нибудь еще и заменим. Но на сегодняшний день, да, добрая полтонны Атласа уже почти легла на наш склад, мы почти вскрыли, почти все коробки вскрыли, и были просто, да, очень красиво. Вот он, джинджер новый, прям можно бери и собирая этот джинджер. Просто полосы. Просто полосы. Он на самом деле хорош и как основа, и как отделка, он прекрасен в жаккарде, и он чудесно ложится под махерчик. Вот вариант моего пуф колор, это... Тоже Атлас. Да, долго я вязала на самом деле эту вещицу, но я ей очень довольна. Я даже без лишней скромности скажу, что я горжусь этой вещью. Это на сегодняшний день такой, знаете, апогей моего пуф колора. То есть это цветы, которые не вышиты, а это цветы, которые вывязаны в процессе вывязывания полотна. Причем вточной рукав вот этого джемпера, он... Почему я? К тому, что этот джемпер вообще-то связан сверху вниз. То есть здесь методом частичного вязания вывязывается и горловина, и скос плеча, и я набираю сначала петли на плечи и на горловину и двигаюсь вниз. Потому что те, кто знаком с пуф колор, знают, да, что у нас, когда мы вывязываем цветочные элементы, у нас все время голова цветка смотрит вниз, да, чтобы потом перевернуть, и это получилось сверху. То есть вязалось это на самом деле вот так. То есть резинкой я все это закончила. Чудесная, на мой взгляд, такая вот вещица, украшенная даже этими разными кристаллами. На сегодняшний день я не готова, как бы сказать, что да, описание будет. Потому что, в общем-то, такой трудоемкий процесс. Но как только нам возможность будет организовывать наши встречи и наши мастер-классы, то, конечно же, я соберу группу для тех, кто готов пуститься вот в такую долгую авантюру, да, с повышением квалификации и, не знаю, освоение вот этого метода, да, метода вывязывания декоративных элементов на трикотажном полотне. Вот я просто, у меня многие спрашивают, что же с изнанки. Ну, с изнанки вот что. Это далеко не вышивки. Практически ничего. Весь объем и вся вот эта вот красота, она располагается только на лице. Здесь вы можете увидеть несколько протяжечек, пару таких вот строчечек и все. То есть, вся декоративная история, вышивальщицы меня поймут, она только с лица. Вот в этом, наверное, одно из преимуществ этой уникальной техники. Горжусь ей очень. Счастлива, что это когда-то мне пришло в голову. Так что... Пуф-Колор. Пуф-Колор. Ну, если вы еще с Пуф-Колор не знакомы, у нас есть на сайте такой материал, который называется Азбука Пуф-Колор. Это основы, которые необходимы для того, чтобы впоследствии можно было прийти на мастер-класс и работать уже с элементами. Поэтому, если вы очень хотите научиться, то рекомендуем начать именно с Азбуки Пуф-Колор. Да, там, где вы освоите непосредственно сам технический прием, да, познакомитесь с методикой, да, и научитесь вот именно, не знаю, вот этим манипуляциям, да, как бы некоторым элементам, которые... Техническим приемом, которые как бы создают вот такое вот, не знаю, добро, не знаю, волшебство, на мой взгляд, потому что это нечто особенное. То есть ты вяжешь ряд и вывязываешь одновременно рисунок, который напоминает вышивку гладью. Причем они такие вот, особенно если говорить о жуках, то они вообще как живые, такие жужжилицы. Ну и, конечно же, нельзя не отметить то, что атлас очень дружелюбный, и он прекрасно комбинируется с разными видами пряжи, не только с махером, когда, да, просто под махерчик. А как шапка из атласа, прекрасная будет шапка из атласа. Да, пожалуйста, ну, резинкой вяжите ее. Хотя, в общем-то, и лицевая гладь, если вы попадете в размер, все будет хорошо. С чем угодно, полосы, не знаю, ажуры, жаккарды. Я вот когда тут вот схватила этот золотистый оттенок, сразу тут мне под руку попались чудесные пайетки Атланг Палетес. Вот они прям тут спели просто идеально, гениально. Потом подтянулся к ним сразу же Лана Гросса Брелина. Дальше подтянулся к нему Родина Ярнс моточек Луча. Чуть-чуть подсветил Лука. Прошу прощения, да, почему так хочется лучше сказать? Ну, понятно, почему так хочется сказать. Вот, подсветить и сделать чуть-чуть более светлым, да, вот, чтобы... Не знаю, есть ли сейчас на сайте, вы успели ему выставить пряжи, называется у нас такой Metal Heart, тоже под ореолом пуха, такой люрекс, объемный шнурочек, тоже будет классно. Я неспроста, но и наши обалденные лучи, да, обалденные лучи, да, наша красавица, наша гордость, махер на шелковом шнурке. Вот, кстати, такой сложный цвет. И вот эту картинку разбирать не буду, потому что что-то будоражит воображение, и вот это вдохновение, как вот вчера с белым мы с тобой, да, мне не хватает одной нити, чтобы... Еще вот что-то, 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 что-то. Что-то, что-то, и вот это что-то, что-то вот попалось вот практически, когда мы выходили... У нас в сторис в инстаграме есть. Да, когда мы уже практически уходили, покидали склад, вот там попался молочного цвета вот такой моток, и вот он упал, упал... На лапу Азора. И все срослось, и все случилось. Осталось только время, потому что идея уже есть. Это ни на что, ни на пор, это просто вдохновение, потому что сейчас показывают новые оттенки атласа и возможность комбинации атласа с... Ну вот если говорить об этом сочетании, что бы я сделала, я бы его просто распределила какими-то полосочками, может быть, даже неравномерными. Что-то четыре ряда, что-то два, что-то там, допустим, шесть рядов, но выбрала бы рисунок в виде каких-нибудь ромбов, листьев, да, вот там, где рисунок может поломаться. Там, где он может поломаться, и тогда каждая фактура даст вот эту ломаную линию, там зигзаг, волна, неважно, любой рисунок можно выбрать. И за счет этого, вот как раз помимо игры фактуры, легкого нюанса в цвете и вот именно движение вот этой вот полосы, мне кажется, полотно будет роскошным. И неважно, что это получится, палантин, шарф, может быть, туника, может быть, свитер, причем свитер классный, который будет заключен в хорошие плотные резинки, а там вот все такое вот ажурно-кружевное и фактурное, даже бомберно, мол, мне будет шикарно. Вот, если вас заинтересуют эти оценки, готова поделиться вот этой подборочкой, этой массой, если достаточно вот этой словесной идеи, и она вас тоже вдохновит, я буду просто счастлива. Если кто-то ее свяжет быстрее, чем я, я еще больше буду счастлива. Вот, ну, что, про атлас, наверное, все. Единственное, что не сказали, цены, потому что не помним. Анечка, простите меня, пожалуйста, проленные пуговицы, набор, есть фиксированные? Есть, вроде. 1319. Только набор где-то у тебя. Да. Они есть в складе. Да, спасибо. Свините, пожалуйста. Нет, ничего страшного. Спасибо, Юля, потому что она на самом деле нам напомнила... Про то, что у нас есть, да, кстати, кроме распродажи на Катю, есть еще прекрасные скидки на фэшн-бокс Родина Ярм. Если вы получаете рассылку, вы уже в курсе, успели себе выбрать любимые модели. И в том числе проленные сейчас идет со скидкой. Варианте, где ангора спайки и поталь, причем в разных цветах. Не просто так сейчас Юленька спросила про пуговицы, потому что наборы пуговиц сейчас тоже можно найти на сайте. Если они остались еще, это ограничено было количество. Ну вот, спешите успеть. Да, вот такие пуговицы, набор сейчас тоже есть. И вот вариации в разных оттенках. Также скидка на пряжу поталь. Поталь-ви. Поталь-ви, да. Вот эта вот вискоза, которую мы используем в своих вещах. Фэшн-бокс. Наша легендарная золотая рыбка, которая, в общем-то, не знаю, уже исплавала, где только она уже не плавала, наша рыбка, да. Вот чудесная модель, на мой взгляд, классная. Можно уже сейчас начинать ее не спеша повязывать, чтобы весной быть во всеоружии. Потом еще одна вещица, которая на самом деле тоже у нас взорвала. Вегидресс. Да, практически, не знаю, вяжущий наш мир. И у наших клиентов, у многих есть такое платье. Кто-то отказался от платья и связал укороченную версию, но что тоже, в общем-то, да. Допустимо. Допустимо. Здесь тоже потальви и мохер. Драпирующиеся, но такое очень элегантное, компактное платье с такой вот интересной застежкой на спине, с круглым воротничком. Это не просто платье, это еще некий экскурс и некий мастер-класс по вязанию вот такого круглого воротника на стойке. Ну и рука в погон, в общем-то, с хорошей такой посадкой, мне кажется, очень комфортной посадкой. Вот не очень длинное платье, которое, в принципе, можно удлинить, если вам захочется на этот фэшн-бокс, тоже будет скидка. Ну да, кстати, и рукав на манжете, это, в общем-то, тоже такая неизбитая история, да. Вот прям вот такой вот вязаный манжет, да, который рабочий, он расстегивается, застегивается, здесь разрез в рукаве, и вот он такой прям плотненький, стабильненький, очень приятный, и мне кажется, даже вот такой вот вариант освоить и использовать этот фэшн-бокс как некий мастер-класс, да, вот если вы еще в начале пути, я считаю, что вот наши вещи иногда действительно открывают многие двери вот в мир вязания, поэтому рекомендую, рекомендую его очень, потому что он такой очень комфортный, приятный. Ну что, это вот мы еще. Дальше что? Дальше, о, двигаемся в сторону, наверное, Бристоль, да? Ответственный вопрос. Давай, Аню, потому что 10 минут осталось. Давай-ка я девушку вот так люблю. Вы ее наоборот оставьте, Бристоль. На колени положу. Да. На колени положу, успокаивай. Буду его теребить, потому что он меня успокаивает. Можно ли кашемиру 2.27 добавить махер? Можно добавить махер. Вопрос зачем? Ну, какие цели и задачи у вас? Потому что если вам хочется, да, цвета... Добавить можно. Я тоже завсегда, но зачем? Не нужно нам вяжите просто кашемир стопроцентный и получите удовольствие от вязания. Да ладно. Да ладно. Я избавилась, кстати, от желания вот сейчас ровно связать под махер. Буду вязать, буду кулемать на тройке вечности. Хотя, в общем-то, у Анны есть кардиган, где она соединяет кашемир с махером. И в этом есть некий смысл. Отсыл к той, чьё имя не называют. Да, я поняла. Я тебя поняла. Но состав же соответствует шелка-шемир махер. Да, шелка-шемир махер. Ну, иногда всё-таки махер придаёт какую-то там, да, особую игру полотну. Хотя, в общем-то, кашемир, чем он и ценен? Тем, что он соло. Да. Сколько нужно атласа на свитер 54-го размера? В атласе 110 метров. И на 54-й размер, я думаю, махер 12-13. Ну, опять же, зависит от длины вещи. Плотности, косы, рису, кожур. Да, да, но вот пляшить от 600 грамм. Бристоль. Ага. Ну, это... Многие, да, когда слышат это название, да, сразу вспоминают наш... Калибр. Да, это то пальто, которое, в общем-то, будоражило умы. И я каждый раз говорю, что на самом деле безвременная вещь, которую я получила в подарок от нашей Саши. Да, Саша его придумала и связала для меня, не ожидая такого резонанса, который, в общем-то, до сих пор... До сих пор еще и имеет... Не иссяк. Не иссяк, да. И как только... Не иссяк никак. Да, и как только на полке трескели появляется серый брестоль, да, то сразу хочется связать почему-то пальто и розового, и зеленого, и черного, и какого там только цвета, его не хочется связать. Обязательно загляните на наш сайт в раздел описания. Мы выставили туда версию, расширенную версию пальто брестоль, там, где мы отвечали, ну, включили ответы на все вопросы, которые возникали на протяжении, мне кажется, пяти лет, да, за вот тот период, когда стрельнуло это пальто, когда оно только появилось, да, и потом уже дальше и мастер-класс был, да, и очень много мы всего рассказывали. Саша получала массу писем из благодарности и фото, и массу вопросов тогда, когда ты впадаешь в некий ступор, когда ты не понимаешь, а как это сшивается, да, вот, но сейчас я думаю, что можно не бояться, даже если вы вначале, как бы, да, когда только-только начали вязать, можно не бояться браться за эту модель, вот такую сложную модель, сложно сочиненную, с особым кроем, да, похожий на штанген циркуль. Это премиум кашемира на складе в одном месте? Да. То есть это вот так вот его осталось? Да. Все продали? Да. Ждем, ждем. Все разбазарили, пока я отдыхала. Ты что за люди? Так сезон начался. А ты в сезон отдыхать-то не ходи. Можно. Можно, 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 можно. Вот, ну, все, не буду петь больше дифирамбы, потому что у Саши, наверное, у бедной уже начинается нервный тик, когда она слышит это слово. Про бревер, да? Про калипер. А как же? Да, я понимаю прекрасно, но я на самом деле до сих пор эту вещь имею, люблю, и ее с удовольствием одеваю. Чудесное полотно, чудесное пальто. И сейчас мы радуемся новым оттенкам и подсортировке прежним оттенкам, в том числе два оттенка серых, да, два, один вот этот вот чудесный, я не знаю, тут он прям какой-то снегири, прям практически, да, вот там под белым снежком. И более светлый, такой свежий оттенок розового, пыльный, Анна любит его, по-моему. Вот этот у тебя или тот? Вот этот. У меня был вот этот и другой еще светло-розовый, которого в этот раз нет. Вот, появились два таких насыщенных ярких оттенка, таких прям вот яреньких. Ну вот этот беленький, серенький, оливковый появился оттенок, серо-голубой. Ну, в общем, все желанные цвета Bristol сейчас пополнились. Это Bristol Lays, чудесное такое нежное полотно, классно в сочетании легло с французским кружевом. Это модель тоже с таким немножко дырявым краем, такая вот прикольная здесь обработка, и кружево подвязывается к нижнему краю очень хорошо. И нежно. А, кстати, спина здесь прикольная такая вот на завязку. Я просто вижу иногда на покупателях, то есть мы так, глаз уже намылился, да, мы уже привыкли к этой вещи, а когда покупатели приходят в этой вещи, ты смотришь на нее каким-то свежим, гаданом, так приятно, так красиво, так это женственно, так это нежно. И мы сразу испытываешь какую-то, не знаю, там, гордость и счастье от того, что нам всем это дано, нам всем это доступно, и мы можем это с вами сотворить, сделать, ну или повторить, хотя я бы тоже была бы рада повторить. Иногда вот смотришь на какие-то модели, смотришь на новый цвет и думаешь, блин, связала бы еще разочек, связала бы еще. Колится ли брестоль? Вообще не колится. У меня два джемпера из этой пряжи. Один, нет, оба с воротиком, с высоким, все, как я люблю. И прямо на самое голое тело, очень комфортно. Я не знаю, сейчас, наверное, не очень хорошо будет видно, потому что все-таки серо... Черное на сером? Да, черное на сером, но я все-таки покажу его одену и сегодня унесу домой, потому что мне почему-то хочется уже его носить. Огромное спасибо Наташе, нашей Наташеньке Певень, нашему бессменному тестеру, нашему большому-большому другу, родственнику Трискелли практически. Вот, а мы вязали кроу, кроу вязали мы из пряжи ланг, забыла, как ее... Вотер, да, полосатая такая вот вещица. И Наташа взялась протестировать вариант этого же жакета, но из пряжи брестоль в две нити. И на мой взгляд, это просто великолепная, почти гениальная вещица получилась. Вот просто монохром, то, как я вот люблю, с этой бахромой по краю, где появился вот этот цвет, выскочили вот эти. Тут немножко можно, конечно, чуть-чуть подрезать их, да, выровнять, пока они тут у нас висели на витрине немножко их. Вот, бахрома чуть-чуть поярче такая вот, да, оголилась цветная нить, и он эффектно смотрится с вереницей от этих чудесных пуговиц с красными крапушками, с тем же прекрасным секретиком, который любят вороны, обязательно спрятанным, и вот с какой-то такой чудесной мулечкой. Описание такого жакета на сайте вы найдете у нас в разделе «Описание», и вы его можете смело связать из пряжи брестоль. Ну, в общем-то, неважно, какого цвета, главное, продобрать какие-нибудь эффектные аксессуары в виде, не знаю, там, пуговок, да, и нити, которая попадет в тон крапушкам, и вот связать такую ворону свою, можно черную, можно серую, вот. Жакет очень такой мягкий, очень пластичный, средний, теплый, то есть не могу сказать, что в нем жарко, но если нужно, он вас согреет. Он, кстати, прекрасен еще как верхняя одежда. Вот, это количество, я хочу выход из мотка показать, вот один цвет, это один моток, но не могу сказать, что это шарф, нет, шарф все-таки, наверное, не до шарф такой чуть-чуть, да? Три мотка это шарфик, вот так, а четыре мотка это шарф. Ну да, опять же-таки, как вы будете его вязать, да, лицевая гладь, она, конечно, более экономичная, шапка минимум, извините, да, шапка в одну нить, это такая какая-нибудь особая шапка, вот косынка в одну нить чудесная, шапчонка, да, из Бристоль, кстати, чудесные косынки, потому что она хорошо очень драпируется, она такая очень мягкая и пластичная, кстати, идея косынки, наверное, ее надо воплотить, мне кажется, будет сейчас очень-очень актуально, можно носить контактус, косынка, да, она такая будет мягонькая, такая немножко подваленная, и она очень хорошо закладывается и драпируется хорошо. Так, что состав-то? Давайте для тех, кто не знаком. Не хочу, не хочешь косынку. Не хочу быть дворянкой, как, не хочу быть, кем? Хочу быть владычицей морской, да. 40% из Бристоль не хочу, хочу свитер из Бристоль, косынка мало, хочу на организм. А у нас, кстати говоря, есть роскошное описание из Бристоль, платье, которое называется джерси-дресс. Читаем состав и уходим. Из инстаграма мы точно уходим, потому что возможно, что не сможем сохраниться. Состав 40% бэби альпака, 32 вискоза, 20 полиамид, 8 шерсть. Ну и на сим мы будем завершать наш эфир, стремиться к вам вновь, а мы ждем вас в нашем интернет-магазине, в нашем реальном магазине в Москве, проспект Мира, дом 91, корпус 3. Пока. А с вами была Аня. Лена. Повяжитесь сегодня обязательно. Пока-пока. Продолжение следует...